На следующий день после Московского дня города на ВДНХ заканчивалась книжная выставка. Все книгопродавцы складывали свои нераспроданные товары, а некоторые раздавали их бесплатно. Среди раздатчиков бесплатного была организация, издавшая книгу о теории Дарвина. Они ее и в обычный день не продавали, а просто раздавали. В этой книге они доказывали, что и теория Дарвина, и родившаяся на ее основе так называемой синтетической теории эволюции, имеет множество изъянов и находится в противоречии с фактами. Кстати, я об этом не устаю повторять. Где-то у меня был блог на эту тему, и в видеокурсе «Не так уж твердый гранит науки» об этом есть несколько лекций. Вообще говоря, модель, предполагающая, что эволюционные изменения происходят в результате случайных опечаток при копировании генетического материала, несостоятельна. Физики сообщили об этом еще в начале 80-х годов XX века. Единственное оправдание эволюции может скрываться в самом генетическом коде в этом тексте, записанном буквами, закодированными триплетами нуклеотидов. Не содержит ли эта программа каких-то подпрограмм, которые спонтанно запускаются и начинают переписывать данные? Так плоские черви вдруг окуклились и стали насекомыми, а рыбки поняли, что они на самом деле головастики превратили в земноводных, лишились жабр, обрели легкие и второе круговое обращение. Насекомые продолжают повторять в своем развитии червеподобную стадию личинки, а потом метаморфоза, окукливание и выход из куколки прекрасной бабочки. А земноводные, как рыбки, откладывают икру, из нее выводятся маленькие рыбки-головастики, потом метаморфоза, и головастики становятся лягушками. Посыл в этих книгах вроде бы правильный. Правильное то, что дарвинизм является священным объектом для атеистов. Это атеизм, это религия, полагающая, что все сущее произошло само по себе. Как мастер Самоделкин, который сам собрался из элементов детского конструктора прямо в коробке, так и вселенная, дескать, произошла беспричинно, без участия нематериальных, вневременных и непространственных причин. Забывают при этом, что у великого материалиста, богослова Айзека Ньютона, был еще один закон, нулевой по порядку. Этот закон утверждает, что Божья воля не участвует в физическом функционировании нашей Вселенной после ее творения. Книга эта хорошо оформлена, много интересного, увлекательное чтение. Но если читать и читать, причем читать внимательно, как и должен делать сомневающийся в атеизме человек, начинаешь находить все больше и больше такого, что сначала считаешь досадными ошибками, а потом понимаешь, что это пропагандистский прием такой, называется он спецпропагандой. Вот что пишут в книге об археоптериксе. Это пишут никакая не первоптица, переходное звено от рептилий к птицам, а обычная птица. Удивительно, но палеонтологи тоже не считают археоптерикса переходным звеном. Они и птицей-то его не считают. Ну какая он птица? У него же был хвост. Не хвост из перьев, как у голубя или павлина, а хвост, как продолжение позвоночника, как у кошки или у крокодила. И лапы у него были не птичьи. Ведь птицы могут сидеть на веточке, обходив ее пальцами. У них три пальца впереди и один сзади. На картинке в книге на ветке археоптерикс сидит, как птица. Это ошибка. А идет он по земле, как динозавр или кошка на задних лапах. На картинке изображающие скелеты археоптерикса хорошо видны позвонки хвоста. Об этом у меня была передача в цикле фестиваля российской науки. В ней профессор-палеонтолог, занимающийся птицами, рассказывал все это. Он не постеснялся упомянуть, что первые следы настоящих птиц известны еще в очень древнем периоде естественной истории, который называется триас или триас, не знаю. Это еще до эпохи динозавров. Вообще, я провел много понедельников, и даже ночей в Палеонтологическом музее понедельники и ночи были выбраны, потому что в это время он закрыт для посетителей. Там ученые из Палеонтологического института рассказывали мне неожиданные вещи о том, как вдруг с качком без всякой предыстории появились насекомые. Откуда они взялись? Не иначе из плоских червей. Тогда я узнал и о сказочном превращении рыбок в головастиков. И уж точно никто из палеонтологов не считает, что млекопитающие произошли от рептилий. И не могли. Ведь рептилии диапсиды, а млекопитающие синапсиды. Это значит, что у нас, у млекопитающих, по одному отверстию в черепе с каждой стороны. По одной височной дуге апсиде или апсиде. А у рептилий по две. Наши далекие предки, синапсиды, были почти полностью уничтожены динозаврами. Остались только мелкие существа. Они были теплокровные. Иначе в малоразмерном ряду не просуществовать. А зябнешь и умрешь. И это были грызуны, примитивные приматы и заячи. Тогда заячи были хищниками, ловили насекомых. И величиной-то они были с крупных насекомых. И им нужно было быть мелкими, чтобы динозавру лень было наклониться, чтобы их съесть. В музее только один небольшой стенд, посвященный этим маленьким героям. Там под лупами их зубы. А по залу расставлены огромные скелеты динозавров. Я уже говорил о том, что дневал и буквально ночевал музей. Меня приняли за своего, и рассказывали мне такие вещи, которые просили не пересказывать другим. Ночью, стоя под скелетом вымершего чудовища, в луче лунного света, падающего из окна, я пообещал хранить все сказанное мне в тайне. Однако вернемся к анти-атеистической книге. Чтобы разобраться, я обратился к сидящим на стенде людям. Стенд шикарно оформлен, есть какие-то окаменелости или их копии. Представляюсь, мол, я с образовательной телевидения спрашиваю, а кого бы можно было пригласить, поговорить в студии? Может, телефон дадите? Знаете, говорят, там в книге есть адрес, по нему и пишите. Начинаю изучать адрес. С помощью интернета узнаю, что на адресе, на котором зарегистрирована эта организация, зарегистрированы еще более 150 организаций. Адрес это где-то на тихой малоэтажной улице в небольшом областном центре России. Может быть, такие адреса называют резиновыми? Нет. Есть сайт, он указан в книге, и есть почта на этом сайте. Начинаю искать сайт. О нем есть сведения у регистраторов сайта, но самого сайта нет. Это вам не луч света в Палеонтологическом музее. Это что-то вроде тайны убийства Джона Кеннеди или фильма «Козерог-один». И тут до меня дошло, что я прикоснулся, прошел совсем рядом с непонятным тайным заговором атеистов с целью дискредитации противоположной стороны. Не помню точно, как это называется, спецмероприятие, а нет, это все-таки спецпропаганда. Распространяется от имени противника некое лживое утверждение, дискредитирующее этого противника. Вот прочтет человек, ищущий Бога, дойдет до одной нелепости, потом до другой. На какой-нибудь нелепости он все-таки прекратит богоискательство и впадет в атеизм. А заговорщикам этого и нужно. Ну вот так я обнаружил заговор. Подписывайтесь на мой блог, читайте сказки Бояршиного на сайте Самиздат. Выходите на меня вконтакте и на фейсбуке, особенно если вам нужна спецпропаганда. Тогда вы дадите нам много денег, мы, наконец, купим вдоволь керосина для лампы и станем зажигать ее чаще, ведь ее лучи ничем не хуже лучей лунного света.